Всем привет! Это агентство хороших новостей. Прямо сейчас о самых интересных событиях в мире и не только. Илон Маск вскопал Лас-Вегас. Ипотажный предприниматель построил подземные тоннели под городом, которые должны помочь в борьбе с пробками. Общая стоимость проекта более 50 миллионов долларов. Перемещаться по тоннелям можно будет на специальных автомобилях, ну конечно же производство компании Тесла. Или мы пробуем что-то придумать, или мы будем стоять в адских пробках до конца своих дней. Я решил, что нужно попробовать уйти под землю. Ну а где-то люди наоборот выходят на белый свет. Например, мэр города Куинстон в Новой Зеландии решил оригинально отметить возвращение туризма. В прошлый раз я прыгал 10 лет назад и мне это очень понравилось. Туризм вернулся, это здорово. Тем временем возвращаются и гонки ассоциации Носкар. Зрелищность остается прежней, а вот меры безопасности увеличены. Например, зрителей на гонках не будет. Мне грустно, что на трибунах не будет наших фэнов, но они будут морально с нами, смотря трансляцию по телевидению. Ну а еще один способ получить адреналин, не выходя из дома, это отправиться в виртуальное путешествие в парк Диснейленд. А что, если включить такую вот поездочку на большом экране, то некий эффект погружения все же можно достигнуть. И, кстати, моя коллега Арина только что пробовала те самые экстремальные поездки на американских горках дома. Давайте скорее спросим у нее об ощущениях. Андрей, вот я чуть сердце не выпрыгнула, реально. Больше мне такие эксперименты не предлагай, ладно? Но у меня для тебя тоже есть хорошие новости. В честь всемирного карантина создатели культовой компьютерной игры GTA раздают ее бесплатно, представляешь? Арина, что же ты раньше что молчала? А так, друзья, мне нужно ненадолго отлучиться, я еще вернусь. Да, устроить свой сольный выход в нашей программе было нетрудно. Ну а пока мой коллега Андрей погружается в чарующий мир компьютерных игр, я вам расскажу о последних событиях из мира шоу-бизнеса. Вот уже подоспели и первые альбомы, которые были записаны дома во время карантина. Именно так поступила певица Чарли XCX. Свой альбом How I'm Feeling Now, а также свежие клипы певица делает, не выходя из дома. Я записывала новые песни всю ночь до самого утра, работая на пределе своих возможностей. Дэвид Бекхам наоборот, не нарушает режим и начинает утро с пробежки по полю. Идеальное начало дня. Певец Джами Ракуай тоже ушел в природу и сделал для нее хорошее дело. Точнее, спас утенка, отправив его в родные края. Ну а в сети прошел концерт Евровидения. Легендарный песенный конкурс в этом году был отменен, но зрители увидели онлайн концерт участников из 41 страны. Не обошлось и без представителей России. Это действительно мировое событие. Это шоу, можно сказать, контест, который породил таких звезд, как Кабба. Ну а в будущем году Евровидение состоится и пройдет в Роттердаме. Участники могут остаться прежними, а вот песни для конкурса придется придумать новые. Друзья, покажите нам, как вы проводите время дома. Выкладывайте свои фото или видео, ставьте хэштег АХН и отмечайте аккаунт BridgeTV. Лучшие работы мы обязательно покажем в эфире. Подробности на сайте bridgeTV.ru. Это было агентство хороших новостей. Все будет АХН. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok